Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И всегда помните, ваши мысли, чувства и действия сегодня, это ваша реальность завтра. Берите под контроль мысли, чувства, соответственно и действия поменяются, и вы возьмете под контроль свою жизнь. Это прекрасное чувство, когда ты действительно осознаешь, что ты можешь все контролировать, именно контролировать, я говорю, мысли и чувства, когда ты понимаешь, что это под твоим контролем, это вызывает вдохновение и улучшает твои ощущения и, соответственно, улучшает жизнь. Сегодня, любовь-морковь, мои любимые расклады, какая мысль о вас не дает ему покоя, интересующей вас персоне. Сосредоточьтесь на интересующей вас персоне, ну а также похвалите себя, сделайте себе комплимент и улыбнитесь. Если вам тяжело сконцентрироваться на интересующем вас человеке, просто посмотрите на фотографию. Кстати, не забудьте улыбнуться, даже если вы злитесь на этого человека, все равно улыбнитесь. Давайте же посмотрим, какая же мысль о вас не дает человеку покоя. Вы для человека загадка, первое, что я вижу. Для него, для интересующего вас человека, ему кажется, что вы очень переменчивы, и это ему не дает покоя. Ему или ей кажется, что вот сегодня выпадет две шестерки, это кубики, образно я говорю. Сегодня выпадет две шестерки, и все будет хорошо. А завтра вы встанете не с той ноги, и выпадет две единички. И тогда ваше состояние будет абсолютно противоположным по отношению к сегодняшнему. Поэтому покоя не дает ему неуверенность в вас, неуверенность в том, что что-то может получиться. Не буду я выкладывать больше карт, потому что вот тут работать надо вам над собой, над своими ощущениями, над своими чувствами, над своими мыслями. Для того, чтобы открыться интересующему вас человеку вот с той стороны, с которой бы вы хотели открыться. Потому что интересующий вас человек абсолютно не понимает, что же ему или ей с вами делать.